Всероссийская тренировка по гражданской обороне. В Иванове чрезвычайном происшествии сообщили на специальном совещании в правительстве в 9 утра. Обошлось в этом году без сирены, чтобы не наводить панику на жителей. По легенде учений над страной нависла террористическая угроза. По имеющимся данным, готовится проведение ряда террористических актов, направленных на подрыв экономической стабильности Российской Федерации. В зону интересов диверсионно-разведывательных групп и террористов попадают критически важные для национальной безопасности объекты экономики и организации, обеспечивающие жизнедеятельность населения. Все по той же легенде в Иванове ЧП случилось на Ивхимпроме. На открытом складе масел произошел взрыв. Взрывной волной была повреждена емкость соляной кислотой. В результате 10 тонн этого опасного вещества растеклись по территории завода. По прибытии в подразделение проведено было боевое развертывание с подачей стволов ГПС-600 на тушение пожара возникшего. После ликвидации пожара приступили к ликвидации разлива химически опасного вещества путем его осаждения и разбавления щелочью. Мнимый пожар тушили из 8 автоцистерн. На спасателях специальные теплоотражающие костюмы. Выдерживают они по заверениям производителей до 200 градусов. Но в самое пекло все равно лезть не стоит. Самый очаг, где уже происходит разложение металлических конструкций и металлических конструкций, мы конечно туда уже в таких температурах не имеем права работать и не сможем просто человечески. То есть, к сожалению, пока современные возможности не позволяют нам попадать прямо непосредственно к очагу. В случае с такой аварией на Эвхимпроме в реальности в опасной зоне могли бы оказаться до полутора тысяч человек. Это и сотрудники завода, и жители близлежащих домов. Чтобы максимально приблизить учения к жизни, в парке Степаново развернули лагерь для размещения пострадавших. А на бульваре какой подвижной пункт управления. Отсюда местные спасатели в течение всего дня будут докладывать федеральному руководству о своих действиях по ликвидации ЧАЭС. Здесь будет организована видеоконференц-связь в режиме онлайн. Также у нас развернуты здесь автомобили связи. Мы будем на федеральную структуру, на высчитывающую орган управления также можем выйти по радиосвязи. Нельзя не отметить, что в Иванове постановочные и немного театрализованные учения предварил маленький, но настоящий подвиг. Рано утром спасатели вызволили из беды бобра. Видимо, загулявшийся ночью грызун и сам не понял, как оказался на проезжей части проспекта Ленина. Зверька отправили в зоопарк. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.